Приветствую вас, зрители! Давайте ненадолго вернемся в 2013 год. Прекрасное время. Время, когда для создания популярной игры нужно было всего лишь копировать одно и то же дерево 50 раз и вставить в игру пластилинового человека. А для набора популярности на ютуб нужно было всего лишь записать прохождение игры про пластилинового человека. Я всегда испытывал интерес ко всему страшненькому, и моим любимым способом ознакомления с этим были летсплеи. Но даже в те времена, когда игры проходили за меня, я умудрялся бояться их. И некоторые игры пугали меня настолько, что даже просмотр прохождения был слишком стрессовой задачей. Какие именно игры? Джефф Убийца. Носитель одной из самых кринжовых крипипаст в истории. Но сейчас это не важно. Важно то, что картинка страшная, и меня в детстве она адово пугала. Пугала так сильно, что я дристал от всего контента по Джеффу Убийце. Но сейчас я не маленький трусливый ребенок, я взрослый трусливый ребенок, который собрался встретиться со своими страхами. А еще? Еще у меня есть Бусти, на котором я выкладываю свои арты, делюсь неиспользованным контентом, превью к роликам. А также недавно, благодаря пугающему вкладу Magic Key, я начал выкладывать туда свои старые видео. Так что еще и покринжевать там можно. Хочу выразить свою огромную благодарность всем моим подписчикам на Бусти. Ваша поддержка очень важна для меня, и я невероятно благодарен. Отдельно хочу выразить благодарность Ярославу Кузьмину и Magic Key за крупные донейшены. Вы чудо. Первая игра называется просто. Джефф Убийца. Перед запуском, давайте я расскажу вам все, что я помню об этой игре. Во-первых, я помню, что игра начиналась в комнате пыток, с оторванной рукой на стене. Также я помню детский велосипед в этой же комнате. Почему-то эта сцена мне казалась очень страшной, будто Джефф ворует детей вместе с велосипедами и отрывает им руки. Самое странное воспоминание то, что вместо скримеров там были кубы. Типа, вместо картинки на тебя падал куб. Так ли это? Давайте проверим. Да, да, это оно, это та самая игра. Я это помню. С первых же секунд игры я был переполнен ностальгией. Также двое моих воспоминаний подтвердились. Да, это та самая рука. Только мне всегда казалось, что она была прибита на отвертку. Это просто уродливая пила. И еще я помню, что здесь на меня прыгал куб. Это сложно описать. На меня прыгал куб. Это было только начало, но уже радикальная кривость игры бросалась в глаза. О. А, потому что на QE я здесь могу за угол смотреть. Какое-то странное. Вот такое смешное движение делаю. Ладненько. Давайте, блядь. А вот и третье воспоминание. Кубы? Они реально существуют. Я думал, что это шизоидная фантазия, но нет. В игрока кидаются кубами со страшной картинкой. Да. Да, меня атаковал куб. Я правильно помнил. Здесь тебя пугают не монстры, а кубы. Эта игра вышла до того, как Майнкрафт стал супер популярным. А вот и Джефф. Страшно? Мне тоже нет. Но в 2013 году это считалось дьявольски пугающим. Поверьте мне. Жесть, он выглядел как девочка, которая накрасилась прямо как мама, но у нее вообще не получилось. И да, я правильно понял, здесь всегда используется один и тот же звук скримеров. Абсолютно всегда. И типа, в первый раз, ладно, страшно. Во второй раз, тоже страшно. В третий раз. Да, блядь, как страшно. Блядь. Пауки. Самое смешное то, что я вообще не помнил, что в этой игре есть пауки. Из моих воспоминаний они были за... Вы увидели? Это, 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 это Джефф на меня напал. Он, короче, мне просто ударил и бежал как ссыкло в эту дверь. При этом он, видимо, был настолько меня испуган, что он пробил своим телом эту дверь. И вот она. Атака Джеффа-убийцы. Он материализовался из чистого воздуха. Пару раз ударил игрока, понял неэффективность своих ударов и сбежал как испуганный школьник. Непонятно, чего именно испугался наш маньяк. Пушки в руках ГГ. Или того, что наш игрок стероидный монстр с двумя тысячами хп. Еще одно подождение того, что он испуган сильнее, чем я. А, и этот саный велосипед, я тоже его почему-то помню. Велик. Находится не там, где я думал, но меня начал волновать другой вопрос. Какого хрена он здесь делает? Как его сюда кто-то пронес? То есть, ну серьезно, закрытая дверь и разбитая стена. Я буду молчать тому, что здесь делает разбитая стена, но кто сюда пронес велосипед со сломанными колесами? У меня, кстати, нет патрон, поэтому я не смогу обороняться в случае, если на меня кто-то нападет. А на меня наверняка еще кто-то нападет, но я все патроны израсходовал. Ну давай, выпрыгивай на меня, скотина маленькая. Меня что, должно было испугать? Почему звук-то здесь? Какой страшный холодильник. Далее происходило... Ничего. А потом меня вновь испугал куб. И я нашел триггер скримера. Смотрите! Я нашел триггер скримера и... Теперь звук повторяется каждый раз, когда я захожу на эту черту. Я далека за кадровым голосом уже сказал, что это худший движок для игр вообще. Потом я прошелся по коридору, нашел еще один блок и игра закончилась. И этого я боялся в детстве. Как печально. По уровню страшности я ставлю этой игре 3 из 10 за оригинальность. Не часто ты увидишь ссаные кубы. Следующая игра. Иллюзия. Призрачный убийца. Странное название, но игра из Бразилии. И я предполагаю, что разработчики просто не знали, кто это такой ваш Джеффри Убивака. И просто слепили свою игру, вдохновившись картинкой. Давайте я перечислю все, что помню об этой игре. Во-первых, флаг Бразилии рядом с лестницей. Я не знаю, почему это самое яркое воспоминание из этой игры. Еще я помню, что цель в игре это стоять на красных кружках, чтобы устанавливать камеры. А также, почему-то я не помню ни разу, чтобы ее кто-то либо проходил до конца. Правда это или нет, давайте проверим. Это место странных вещей. Многие люди слышали страшные штуки, которые идут из этого места. Я хочу узнать, что происходит в этом месте. Ага, игра началась и сразу у меня память активировалась. Вот воспоминания просто вспыла. Ти-динь, очко памяти. Самое смешное это то, что флаг, блин, находится в самом начале игры. То есть я действительно был так испуган, что прекращал смотреть прохождение уже на этом моменте. Далее я встретил первый красный кружок и установив камеру, услышал сердцебиение. Это фирменное Эхо Слендер игр, где после поднятия первой записки монстр начинал охоту на игрока. Видимо, Жеф-убийца не хочет, чтобы я за ним следил и устанавливал камеры в его месте. Он ценит приватность. И чтобы за ним никто не следил, ну прости, Жеф-убийца. Я срал на твою приватность. Аааа! Что? А вот и Джефф. Я действительно его боялся. Ёл, нет! Он наяривает! Он наяривает! Да, да, эта игра действительно страшнее, чем я её запомнил. Ведь в ней разработчики решили не делать из Джеффа кринжового аниме-психа. Они сделали... Настоящего психа! Озабоченный деградант с глазами на выкат, взглядом умственно отсталой гориллы и дерьмопожирательным оскалом. Он режет одной рукой, а этой же рукой наяривает. Реально пугающее зрелище, которое ещё долго будет преследовать меня в кошмарах. Особенность этой игры заключается в том, что она совершенно непроходима. Джефф материализуется прямо у тебя перед глазами, если вовсе не в тебе. А из-за забагованных анимаций при встрече он сразу же передёргивает ножом 50 раз, не оставляя шанса на выживание. Абсолютно все ютуберы, чьи прохождения я посмотрел, не прошли дальше четвёртой точки. Я нашёл только одно видео, где кто-то прошёл игру, но ему просто повезло со спавном Джеффа. И пару раз его атаки не лагали, а наносились с нормальной скоростью. Чел расставил все шесть камер и получил надпись. Ты победил. Кстати, а зачем мы вообще устанавливаем камеры? Главный герой сказал, я хочу понять, что здесь происходит. Ну что ж, сразу с первой камеры ты уже понимаешь, что здесь, блин, происходит. Чел, то, что здесь происходит, воткнуло тебе нож в печень. Только благодаря страшным звукам и бразильскому флагу я ставлю этой игре 4 из 10 по шкале страшности. Это не единственные игры, которые пугали меня раньше, но раз тема этого видео была игры про Джеффа-убийцу, то я выскажу своё мнение именно по подобным играм. В итоге игры про убийцу Джеффа оказались такими же детскими неловкими, как и сама Крепипаста. Несмотря на всю эту кривость, я всё же получил крайне приятную ностальгию от этих видеоигровых обрубков. Даже воспоминания навеивает. Знаете, несмотря на то, насколько эта игра дерьмовая, она вызывает у меня какую-то милую ностальгию. И вот прямо сейчас помню, как я в маленьком возрасте рисовал фан-арт Джеффа-убийцы, ну как просто срисовывал его с интернета, и у меня его нашла бабушка. Она посмотрела на него, посмотрела на меня и сказала, типа, эй, а ты психопат? Посмотрела на меня и говорит, ты психопат? Ну, это не я же придумал персонажа, да? Не ты? Да, не я. А, ну, тогда может быть ты не психопат. Мне после этого стало очень стыдно рисовать что-либо Эдже, что-либо с кровью. Потому что если бы я рисовал что-то с кровью, я бы считал психопатом-жеффом-убийцей. Вот, и я вроде как избавился от этого Артика, хотя мне теперь очень жалко, что я от него избавился, ибо он, несмотря на свою кринжовость, был довольно прикольненьким. Ах, какой же я старый. А если серьезно, то вывод, который я получил, это то, что дети тупые и боятся всего подряд. Все. Пока.